На светлом радио «Эммануил» состоялась встреча сотрудников и волонтеров для общения и подведения итогов прошедшего года. За 8 лет существования радио список с именами людей, участвовавших в радиослужении, достаточно велик. Можно вспомнить десятки циклов, особо важных передач для детей и взрослых, созданных волонтерами. Огромное количество литературных программ, начитанных талантливыми дикторами-служителями. Вот это одна из наших встреч 2012 года с нашими волонтерами. А вот на годовщине радио мы тоже приглашали всех, кто принимает участие в создании программ. И здесь и Зинаида Макаренко, и Сережа с Наташей Вильбокцией, и Рафиалка, и многие-многие другие, кто добровольно, на добровольных условиях, в свободное от своей основной работы время, работают с нами, служат Господу здесь в радиослужении. Можно сказать, это желание сердца и просто Божий призыв. И для меня это просто оказать какую-то помощь для людей. Но это, наверное, то, что есть во мне такой дар, который я могу реализовать, просто помогая сделать те или иные ролики. Я хочу пожелать этому радио, хочу пожелать этим людям, которые здесь работают, просто чтобы пришло Божье благословение устройства в их жизни, чтобы пришел этот свет во все сферы их жизни. Важно, что работа радио помогает многим служениям и церквям, так как через простые слова Евангелия и жизненные истории, прозвучавшие в эфире Светлого радио, многие люди впервые услышали о Христе, и теперь у людей, которые приняли решение посвятить свою жизнь Господу, ежедневно укрепляется вера. И в этом большую роль играют программы, создаваемые волонтерами радиостанции, участвующими в этой деятельности на добровольных началах. Уникальность служения Светлого радио состоит в том, что она приходит в дома к людям, особенно нуждающимся, к людям, которые имеют ограниченные физические возможности, которые не могут, может быть, прийти в церковь. Это много у нас очень людей слепые, люди, которые парализованные, люди просто в возрасте. И для них Светлый радио – это церковь. И молитвенное служение, собственно, и было организовано, мы почувствовали в своё время, наш директор, что вот именно необходимость более тесного контакта и более такого вот тесного служения этим людям. Потому что через молитвенную линию не только Светлое радио приходит к ним в дом, они друг с другом общаются. У нас есть люди, которые лежат, которые не могут служить в церквях, но в связи с тем, что они очень преданы Господу, у них есть эта необходимость служения. И вот они лежат и молятся друг за друга. И вот приходит нужда молитвенная, нужда на Светлое радио. Мы молимся сами, мы молимся всей командой Светлого радио, но также и наши радиослушатели молятся за эти нужды. У нас много свидетельств о том, особенно, что эти люди, они не оставлены. Эти люди, они не выброшены. Эти люди, они не оставлены. И эти люди, они чувствуют себя в семье. Слава Господу за это. Они объединены одной идеей, а не трудовым контрактом. Они не получают за это зарплаты, но получают нечто большее. Они делают это добровольно и в любой момент свободно отказаться от этой деятельности. Но продолжают это месяц за месяцем, год за годом. Они причастны, они хотят, они нужны. Я хочу рассказать про мотивацию. Просто деньги не есть мотивация. Какими бы большими они ни были. Многочисленные организации, чтобы привлечь людей, придумывают какие-то отпуски, еще что-то. Здесь мотивировать людей вообще не надо. Мотивация какая? Послужить другим людям и просто подарить ту любовь, которую дал тебе Бог. Если будет мотивация в сердце, она будет распространяться на людей. Хочется пожелать нашим волонтерам, которые уделяют время на светлом радио, чтобы мир был в их семьях, чтобы Бог их наполнял, чтобы у них всегда было в запасе слово для людей, чтобы всегда радовались и продолжали быть с нами. Ну и продолживало просто будто с нами. Сегодня у нас очень важный день. Большая радость. Сегодня у нас ежегодная рождественская встреча с нашими волонтерами. Это те люди, которые не получают за свою работу денег, делают ее безвозмездно, даром. Но они получили от Господа уже таланты, они получили идеи, и они послушны Божьему призыву участвовать в радиослужении. Мы их очень любим, мы за них молимся, и без них бы мы не смогли таким насыщенным и интересным делать эфир круглосуточного, светлого радио. Поэтому мы сегодня общаемся. Часто на этих встречах у нас рождаются новые проекты. Мы благодарим Господа, мы молимся, мы благодарим людей, мы пьем чай. И мы ожидаем от Бога, что Он направит нас в сторону создания новых циклов программ. Мы ожидаем именно от Него этих направлений, этих идей и вдохновения. Эта встреча помогла и лучше познакомиться, и сделать еще несколько идей для новых передач более реальными. А это значит, что через несколько дней после встречи начинается работа добровольных помощников над новыми циклами передач и рубрик в жанре культурологических и духовно-просветительских программ. Специально для первого христианского телеканала СИНЛ Аннаита Габабова, Киев, Украина. Игорь Негода Габабова, Киев,